Портал детали. Главные новости Израиля и мира. Здравствуйте. В эфире телеканал Айтон ТВ, программа «Тема дня». Меня зовут Александр Гурарье. Вы смотрите наш канал, подписывайтесь, кто еще не подписался на наши каналы. Задавайте вопросы, комментируйте. Нам всегда интересно. А сейчас мы поговорим с Григорием Тамаром, офицером израильской армии в отставке, военным историком, журналистом, писателем. Григорий, привет. Добрый вечер. Здравствуйте. Очень рад вас быть. Взаимно. Я бы хотел сегодня поговорить о двух аспектах. Это внешняя война в Украине, что там происходит, и затронуть наши дела. У нас довольно серьезная проблема. Около ста офицеров-боевых летчиков заявили о том, что они откажутся ходить на военные резервистские сборы, в том случае, если не будет отменено вот это введение вот этой самой юридической реформы, о которой так много говорят. Чем это может грозить Израилю и его безопасности? Ну, давайте начнем с Украины, а потом перейдем к нашим делам. Итак, что происходит? Битеж Вагнера практически не повлиял на ситуацию на фронтах. Войска с фронта не снимались. То есть украинцы продолжают потихонечку наступать. Что же происходит на самом деле? На самом деле нарастает наступательная активность украинских войск. Они отвоевывают все новые и новые территории. Я не совсем согласен с термином, который используется в украинских СМИ. Все идет по плану. Это они, по-моему, у кого-то скопировали, нет? Дело в том, что вообще, когда речь идет о войне, что все идет по плану, но это может говорить только человек, который, может быть, сам никогда ничего на войне не планировал и в войне никогда не участвовал. Я бы использовал, наверное, другую формулировку. Все идет в соответствии с обозначенной задачей. Вот так. Мне кажется, она более корректная. То есть у них есть определенная цель, задача, которая декларировалась. И вот в сообразно поставленной задаче ведутся боевые действия, учитывая особенности этой военной кампании и особенности уровня оснащения техникой в различных родах войск с обеих сторон. В целом, если бы меня попросили поставить оценку действиям украинских войск, я бы поставил им, скажем, твердую семерку из десяти. То есть они в целом со своей задачей справляются и это в перспективе не сулит ничего хорошего российским войскам. И российской группировке, особенно крымской, особенно южной группировке. То есть вы считаете, что Крым как бы станет следующим объектом? Я считаю, что в перспективе, если не произойдут какие-то совершенно неожиданные события, непрогнозируемые, я считаю, что... Ну, типа еще одного мятежа. Так вот, в перспективе российской армии Крым не удастся удержать, потому что он стратегически обречен. Стратегически обречен. Звучит очень симпатично. Григорий, сегодня прозвучали такие фразы о том, что на ближайшем саммите НАТО Украину ожидает сюрприз. Причем этот сюрприз как бы не сильно-то скрывает. То есть речь идет о том, что будет поставлен вопрос о принятии Украины в НАТО. В связи с этим к вам два вопроса. Вопрос номер раз. Состоится ли это принятие? И вопрос номер два, если состоится, то к чему это приведет? Ну, я рискну предположить, что следующий сценарий, это чисто моя предпосылка. Ну, вы знаете, я не политик, я не политолог, человек военный, но такой вопрос военно-политический вы сейчас поставили. Я рискну предположить, что события будут развиваться в следующем опыте. У украинского наступления есть определенное начало и конец, как у любого процесса. То есть на каком-то этапе наступление выдохнется, и они встанут в оперативную палку. Понятно, что они не укрутся в Урал. Понятно, что они до Владивостока не дают и вряд ли дойдут до стенки для. То есть они отвоюют какую-то часть территории, в зависимости от их профессионализма, упорства и военной удачи. И рано или поздно, как любое наступление, оно будет. Вот в тот момент, когда они не исчерпают свой наступательный потенциал, я думаю, что Запад, условно говоря, предложит им сделку. Вот замораживание конфликта на тех границах, которые удается достичь в результате наступления. Вот Крым отвоевали, молодцы. Часть Донецка, Лугатска отвоевали, молодцы. Там еще что-то отвоевали, молодцы. А вот дальше... А как мы знаем с вами, по уставу НАТО невозможно стать членом НАТО, если на твоей территории ведутся боевые действия. То есть замораживание конфликта в обмен на членство в НАТО. Вот такую предложит им сделку. Мне так кажется. Ну, это моя предпосылка. Я просто не вижу, как иначе НАТО может обойти вот этот вот свой собственный устав, запрещающий принимать в НАТО государство, на территории которых ведется война в активной фамилии. Ну, опять же, это моя предпосылка. Я не настаиваю на том, что я пророк и знаю будущее. Я и говорю, что я не политолог. Я просто как военный человек... Как военный человек, если это произойдет, то есть если Украина будет принята в НАТО, к чему это может привести? Знаете, я бы не связывал с этим фактом каких-то сверхрадужных надежд. Я вообще искажу из предпосылки, что договоренности хороши, когда ты находишься в этих договоренностях с позицией силы, с позицией его собственной правоты и собственного веса, собственного значения. Дело в том, что вот возьмите даже как бы нашу страну, да? Ну, нас никто никогда в НАТО не звал и принимал, и не принял бы, как мы понимаем с вами никогда в жизни. Но мы туда и не стремились, с другой стороны. Но вот все договоренности с нашими западными партнерами, они базируются не на том, что к нам кто-то хорошо где-то относится, а базируются с точки зрения, что мы, допустим, Америке нужны как сильная, независимая демократическая страна, самодостаточная в военно-геополитическом отношении. Вот так мы Америке нужны. А если мы будем слабые, ну мы будем балластом, американцы нас сольют. Точно так же будет и с Украиной. Но если Украина продемонстрирует Западу коллективному, что она самодостаточная цивилизация, которая нужна, важна Западу, и которая может не только на поле боя демонстрировать свою национальную волю и мужество, но и в других аспектах, так сказать, она является важным ресурсом для коллективного Запада, то тогда она будет расценена как партнер равный и нужный. А если она будет из позиции слабости, будет она в НАТО, не будет она в НАТО, это не важно. Неподписанные договоренности, они влияют на что-то, что-то решают. Ну, в свое время, помните, были договоренности между Польшей, Великобританией и Францией. И, между прочим, 3 сентября Великобритания и Франция объявила Германии войну, что в итоге привело к стратегическим, к разгрому Германии. Это вот Германия поиграла войну 3 сентября 1939 года. Спасло ли это Польшу от геноцида, уничтожения и оккупации, и то, что ее разорвали в площади? Нет, не спасло. Не спасло это сотни тысяч поляков от смерти, унижений и так далее. А если бы у них была мощная армия, которая в состоянии была на два фронта вести боевые действия, то, более того, если бы у них была армия, которая бы там первую неделю поставила бы военную точку в этой кампании, то Советский Союз бы не полез никуда. Ну, просто зная нашего великого друга артискультурников. Ну, мы немножко отвлеклись. Так что я верю в крепость штыков и в крепость национальной валюты. Я не верю ни в какие международные договоренности. Пессимистично. Григорий, если мы вернемся, так сказать, к театру военных действий, ситуации в России, именно последствия Пригожинского мятежа, то есть мы знаем, что сейчас ЧВК Вагнера, так сказать, собственно, сошли со сцены, с фронтов их убрали. Мало того, сейчас идет информация, что их там в Сирии арестовывают и так далее. То есть, ну, они же как бы занимали определенные, так сказать, позиции. Они ввели довольно серьезные, довольно тяжелые бои. На ваш взгляд, будет ли, повлияет ли на, так сказать, театр военных действий, на ситуацию, на оборону способности России, вот то, что теперь ЧВК Вагнера будет, собственно, закрыт как проект? Ну, во-первых, давайте так. 20-25 тысяч штыков – это серьезная сила. Григорий, у вас отключился, звук отключился, секундочку. Да, начнем с 25 тысяч штыков. Да, итак, 20-25 тысяч штыков – это сила, при этом, как мы понимаем с вами, это еще качественная сила. Учитывая, что это Вагнер, не то чтобы я был большим поклонником методики боевых действий, которые они ведут, но приходится признать, что это качественная, так сказать, на общем фоне российских вооруженных сила. То есть, это пехотный корпус по численности. Это там, условно говоря, 5 бригад, 6 бригад, может быть, если эти 25 тысяч интерпретировать там в бригадном эквиваленте. Ну, конечно, это ослабит российские вооруженные силы. Но намного в большей степени это невероятный удар по престижу российской государственности. Вы знаете, я ни разу с 90-х, прошу прощения, с ельцинских времен, ну да, там, с конца 90-х, я ни разу не помню, чтобы израильские журналисты, еврикоязычные, отзывались о московском руководстве и о Путине столь пренебрежительно, сколько на следующий день после подавления мятежа. Чтобы было настолько все анекдотично, настолько продемонстрировало слабость российской власти, что бы там ни говорили. Я, во-первых, совершенно не верю ни на йоту, что это был какой-то договорняк и многоходовочка, как любят там использовать этот термин наших доблестных ПСБ-шных структур. Слушайте, какая многоходовочка. Разлетались частные самолеты из Москвы, как перелетные птицы. Я лично знаю людей, которые... Ну вот по этому поводу уже сегодня там крик стоит в Государственной Думе, что надо их всех. Так сказать, там, кого лишить гражданства, кого снять с должности, потому что люди-то довольно погонно. Это, конечно, решит проблему. Это, конечно, решит проблему. Это же главная проблема в этом, что люди разлетались. Я в первые часы тоже думал, что, может, это какая-то провокация ФСБ, но когда полетели вниз сбитые горящие вертолеты, и когда запылало нефтехранилище, я понял, что это никакая не постановка, это реальные пытки мятежа. Просто как все в России, корявая, кособокая, превращенная в фарс, по сути. Позвольте, но ведь уже все, уже пропагандисты уже объяснили, то есть сутки же они молчали все, а сейчас уже объяснили, что все это было так далеко зашло по одной простой причине, потому что Владимир Владимирович не хотел кровопролития, он не хотел допустить гражданской войны, поэтому их могли уничтожить вот так вот на раз, но этого не делали просто потому, что не хотели проливать кровь. Именно поэтому потеряли шесть боевых вертолетов. Ну подумаешь, ну что там мелочиться. И два десятка летчиков в условиях крупных, знаете, кстати, между прочим, хотя бы даже это уже в определенной степени, то есть уничтожена авиагруппа. Вот эта авиагруппа, она могла бы воевать на фронте, между прочим, я напомню. Так что Владимир Владимирович, конечно, известный гуманист, любой с этим согласится, что для него главная ценность это человеческая жизнь и достоинство. Он всем своим политическим путем это демонстрировал неустанно всем налево и направо. Но я хочу вам сказать, знаете, российская государственность это определенная модель византийская. И сакральность власти имеет в России огромное значение. Вот на Западе легитимность власти, а в России сакральность власти. И Путину удалось за 23 года выстроить модель, которая убеждала всех россиян, что его власть обличена статусом сакральности. Вот сейчас это не трещина, это огромная дыра в этом понятии. И фактически российская государственная модель в той форме, в которой она преподносилась Путинам последние почти четверть века, она вот на этом куче, она завершилась. Вот дальше уже начался обратный отчет. Что будет дальше, я не знаю. Будет ли это хорошо дальше, я тоже не знаю. Для всех людей. Но то, что это непоправимый ущерб, это очевидно любому здравомыслящему человеку. Но тем не менее, все это не повлияло на ситуацию на фронте, по крайней мере, заметно, и все продолжается. Ваше мнение... Нет, но за исключением того очевидного факта, что 25 тысяч отборных штыков не будут больше участвовать, по крайней мере, немедленно вот в развитии событий, да, и авиагруппа из полдюжины вертолетов тоже уничтожена. Ну, кроме этих двух мелких... Ну, насчет того, что эти 25 тысяч штыков не будут участвовать, это как бы вот вы предусветили мой следующий вопрос. То есть мы знаем, что ЧВКшники перебазируются в Беларусь, то есть сам Пригожин уже там, и часть его, может быть, конечно, не все 25 тысяч, но определенное количество этих самых отборных штыков перемещается в Беларусь. Зачем? Что они там будут делать? Свергать батьку? Они могут там принципиально делать две вещи. Либо свергать батьку, либо идти на Киев. Ну, свергать батьку сомнители, не для этого их туда приглашали. В любом случае, в любом случае, они сейчас не в деле, а дело решается сейчас. Они сейчас не в деле. Они на марше, они на перетислокации, они там не знаю где, а дело решается сейчас. Вот в эти дни, недели, считанные дни, решается вопрос сейчас. А в чем решается вопрос? О масштабах разгрома российской армии. Либо он будет тотальный, либо он будет тотальный, либо он будет ограничен. То есть вы допускаете, что будет тотальный разгром российской армии? Вполне. Ну, группировки, которые находятся на украинском театре военной агентинской. Интересно. Ну, давайте вернемся к нашим проблемам Израиля. Значит, сто резервистов-пилотов заявили о том, что они откажутся от военных сборов, от резервистских сборов, если не будет заторможена юридическая реформа. Несколько слов о том, что представляет из себя в Израиле так называемая резервистская служба. Вы сам офицер-резервист. Как это выглядит? Ну, вы знаете, я прежде, чем ответить на этот вопрос, позволю себе буквально украсть одну минуту эфирного времени, чтобы от своего имени сделать заявление. как бывший офицер израильской армии, бывший резервист. То есть я офицер в отстатке. Я последний из своих резервистских сборов, вернее так, последние учения, это был конец 2014 года, и два года назад я официально вышел в запас, я уже не принимаю участие в резервистских сборах. По возрасту. Но теоретически могли бы, если бы захотели. Если бы я подписал письмо, что я согласен быть добровольцем, но в силу того, что я являюсь по роду деятельностью предпринимателем, мне это материально просто очень сложно, и поэтому я воздержался от этого. Однако, если я окажусь в ситуации, не дай бог, что я увижу, что мои услуги нужны нашей родине, конечно, в таких условиях я обращусь с просьбой взять меня в качестве добровольца. Вот, если я буду нужен. Так вот, что касается... Обращения. Да, общей ситуации в нашей стране, вы знаете, я сейчас обращаюсь безотносительно к политическим взглядам людей. Я сам не отношусь к себе ни к левым, ни к правым. Я считаю, что то, что происходит сейчас с юридической реформой и вообще с реформированием системы власти в нашей стране, это преступление перед народом. Это мнение не только людей, придерживающихся там левых взглядов, но такие люди абсолютно правы по своим взглядам. Например, как бесконечно уважаемый мной генерал израильской армии в отставке, бывший начальник генерального штаба Буге Алом, который сегодня и вчера выступал по этому поводу с резкой критикой правительства в этом отношении, а также очень многие другие принципиальные, честные люди, заслуженные, которые всю жизнь положили на алтарь служения нашей с вами стране, они критикуют эту реформу. И я призываю всех людей любыми законными методами противиться этой реформе в рамках закона, который в Израиле существует. Это я вот от своего имени сказал. Теперь, что касается резервистских сборов. Значит, много нас слушает людей, которые живут не в Израиле, а тем, кто живут в Израиле, не все знают, как это работает. Человек призывается на срочную службу, проходит срочную службу, и в большинстве случаев по ее окончанию, за исключением некоторых, когда-либо его специальность была такова, что она не нужна в дальнейшем армии. Бывают такие случаи. Ну, например, человек был там на общевойсковых работах, ну, то, что в России там называлось словно реостройбан, и принимают решение, что он армии не нужен, что больше от него будет мороки, и больше на него нужно будет тратить денег, чем, так сказать, у него будет долг. А есть специальности, невероятно востребованные в армии. Это водителю грузовиков, например, их чудовищно не хватает. И поэтому водителю грузовиков делают очень много лидерных спецслужбов. Это важнейшая армейская специальность. Все, что связано с медицинской службой, всегда есть большая нехватка. Ну, и, конечно же, боевые части, все, что связано с войной, как стаковой, да, ну, приблизительно мы с вами понимаем, что из общего там количества военнослужащих непосредственно те, кто занимают, ну, те, кто, как их называют, воины и поддерживающие воинский, и поддерживающие боевой процесс, вот так это, это примерно приблизительно около 30%, 25-30% военнослужащих. Все остальное – это не боевые части, но это важнейшая часть армейского организма. Армейская машина, она очень сложная. Насколько обязательно? То есть вот вы говорите, что люди призываются на военные сборы. Это обязательно или это, по своему усмотрению? По закону, если человек саботирует свою службу в армии, в резервистских сборах, его могут посадить в военную тюрьму, его могут оштрафовать. А если же человек ставит перед собой вот задачу, я не хочу делать сбор, вот ставит перед собой задачу и начинает саботировать, ну, делает итальянскую забастовку, вытаскивает медицинские справки, идет к врачу, там, что он заболел, что у него там болит, там, горло, попа, копыты и рога, и хвост отваливается. Понятно, что на каком-то этапе на него в большинстве случаев махнут рукой, и такой человек не будет призываться. Но это достаточно редкое явление, обычно люди ходят с большой степенью готовности. Я таких людей знаю очень мало. Я, наоборот, знаю людей, которые всю жизнь честно и, так сказать, с большой готовностью вот служили. Ну, я вам хочу похвастаться. Мой сын, который демобилизовался три года назад, он студент, он с огромным радостью побегает с такими глазами, меня на сборы, ура! И, значит, довольный бежит, со всеми друзьями встретится. Вы знаете, вот я вам хочу сказать, во-первых, ну, это большая степень личной мотивации, с другой стороны, вот я помню очень хорошо вот эту вот историю, когда стало очень сильно меняться отношение материальное, ну, поощрение материальное резервистов, которые делают много дней в году. Я вот очень хорошо помню историю, когда была операция защитная стена. Я в тот год сделал очень много дней резервистских сборов, и мне от Института национального страхования пришло, ну, что-то типа там единовременной премии. Это была очень ощутимая сумма, то есть за то, что я переработал, так сказать, как резервист. Сверхурочные резервистские сборы, да? Вот, а за участие в боевых действиях мне прислали два билета в кино. Я очень хорошо помню эту историю, но я это запомнил на всю жизнь. Вот, ну, такая вот была форма поощрения, да. И мне было очень приятно, на самом деле. Так вот, но вот вернемся к нашим летчикам, я так понимаю, что к этому... Основной вопрос, конечно, это вот незаменимое. Дело в том, что в некоторых видах военной службы, когда служба человека сопряжена, с одной стороны, со смертельным, ежеминутным риском, а с другой стороны, является очень высококвалифицированной, речь идет о резервистах различных спецподразделений, о резервистах разведки, о резервистах военных летчиков и подобных различных специальностей, то человек подписывает, что он добровольно идет на резервистский сбор. Ну, это такая форма взаимоотношений, это вопрос юридический. И когда человек принимает по каким-то причинам решение, что он прекращает вот эти вот взаимоотношения с армией, то он может просто отозвать вот это вот письмо о добровольном своем служении в резервистской, так сказать, как резервисты. И то, что сейчас 100 человек резервистов-летчиков отзывают свое согласие на добровольной основе участвовать. То есть, что это говорит? Что их можно призвать только в том случае, если начнутся боевые действия. Да, то есть так называемые цавшмоны. Да, цавшмоны, то есть повестка номер восемь. Такое кодовое название. Теперь, вы знаете, у меня очень двоякое отношение к этому. С одной стороны, как офицер говорит, я поддерживаю, то есть открыто призывать к саботажу службу, у меня вроде как язык не поворачивается. А с другой стороны, понимаете, правительство сейчас ломает общество через колено. И я не знаю, что надо предпринять для того, чтобы остановить этот процесс. Я не знаю, осознают ли эти люди, которые идут на поводу вот такой вот ура-патриотической риторики, вот такой право-патриотической, которое сейчас с каждого утюга там правительством озвучивается. Я не знаю, понимают ли они, насколько хрупка модель израильской демократии государства без конституции, государства с однопалатным парламентом. Ну, зайдите в Википедию, посмотрите, что такое однопалатность, что такое двухпалатная система парламентской демократии, в чем плюсы и минусы. Так вот, у нас однопалатный парламент это дает много плюсов, но имеет и минусы существенные. И вот эта независимая судебная система, она была определенным гарантом. Сказать, что идеально совершенно, конечно, нет. Она имеет мат, но не делается, не делается таких необратимых действий. И все. И тут еще очень важный вопрос целеположения. И об этом даже я не хочу сейчас просто говорить. Григорий, давайте немножко политику оставим чуть в стороне. Все-таки вопрос чисто военный. Насколько это ударит по безопасности страны? Потому что летчики не просто отказываются. Ведь летчики, надо, наверное, напомнить тем, кто не знает, точнее, что инраильские пилоты боевые ходят на резервистские сборы один раз в неделю. Не реже. Это чрезвычайно ослабит нашу оборону. То есть они раз в неделю человек приезжает на аэродром и летает. И так каждую неделю. Потому что иначе он теряет боевые навыки. И если они начнут пропускать вот эти тренировки, то, допустим, когда наступит, не дай бог, время Чея, они получат тот самый ЦАВШМОН и повестку номер 8, они утратят определенные навыки. Я вам скажу, это не только, они не только тренируются. Они в том числе и выполняют боевые задачи. Да, конечно. Вот. И это, еще раз подчеркиваю, 100 летчиков, 100 боевых летчиков, это элита нашей армии. Это невероятно негативно скажется на нашей обороноспособности. Особенно учитывая тот очевидный факт для любого здравомыслящего человека, что мы находимся на пороге широкомасштабной войны. И я не знаю, ну, повлияет ли это на настроение людей, которые находятся у руля нашего государства, но, может быть, это будет каким-то мессенджем, широким слоям общества, общественности. Если элита нашей страны не хочет погибать за нашу страну, может быть, есть, наступил момент задать вопросы какие-то, ну, чтобы каждый сам себе задал вопрос. А для чего мы живем здесь, а для чего мы находимся в ситуации, что каждый гражданин, каждый гражданин может завтра оказаться в ситуации, что он отдаст за Родину жизнь, даже если это сугубо гражданский человек. Амин. Спасибо большое. Я напоминаю, что мы беседовали с Григорием Тамаром, офицером Израильской армии в отставке, военным историком, журналистом. А наша программа подошла к концу. Подписывайтесь, кстати, на канал Григория Тамара, там всегда очень интересно. А веопрограмма Александр Гуралье. Всего доброго. До свидания. Всего хорошего.